Всем привет! Сегодня я расскажу вам о книгах, о второй части книг, прочитанных в марте. Их будет шесть в этом видео. Правда, не соврала я вам, что их будет шесть. Первая книга, о которой я вам расскажу, это «Дафна Тюмрие. Дом на берегу». Вот такой вот сборничек. Здесь еще есть «Полет сокола». Я его пока не читала. Вот он без суперобложки. Это старенькая книжка издательства «Амфора». Я ее в книге собираю по крупицам. Наконец-то их начали переиздавать в хорошем издании. Я надеюсь, что ее переиздадут всю. Пока что выходят рассказы по какой-то необъяснимой для меня причине. С «Дафной Тюмрие» у меня очень странное отношение, потому что познакомилась я с ней с ее романом «Ребекка». Мне он безумно понравился. Я поняла, что это действительно мой автор. Я начала скупать все ее книги, добавила «Ребекку» в любимое. Потом прочитала «Трактир Ямайка», который намного-намного проще. В общем, такой очень простенький романчик. Но я подумала, что не у всех же писателей все произведения прям жемчужины. Можно себе и дать отдых. Поэтому не обратила на это внимания. Далее прочла мою кузину Рэйчел. Мне она опять-таки безумно понравилась. И я поняла, что «Дафна Тюмрие» гениальная женщина. Она мне очень нравится. И это мой любимый писатель. Но потом я напала на французовую бухту, которая меня разочаровала невероятно. Я не смогла дочитать ее, хотя книжка малюсенькая, там 200 страниц с огромнейшим шрифтом. Потому что это типичнейший, банальнейший женский любовный роман. О даме, которой все надоело. Ее замужняя жизнь ей тоже надоела. Она захотела страстей и приключений. И вот она сбегает из дома, встречает пирата. И они вместе несутся навстречу приключениям, навстречу опасностям. Мне очень не понравился этот роман. Я вообще не поняла, «Дафна, ты ли это его написала, или это какой-то другой человек». Поэтому после этого я побаивалась за нее браться. Но мне все очень горячо советовали «Дом на берегу», поэтому я взялась. Первое, что вызвал у меня этот роман, это отторжение, потому что я не люблю книги, действия в которых происходят раньше 17-го с большой натяжкой, ну вообще 18-го веков. Потому что не близки мне эти времена, я их не люблю, не понимаю, мне неинтересно о них читать. То есть я очень расстроилась, когда поняла, что здесь действия романа происходят в средневековье. Вот это средневековье с его грязью, вонью, интригами, борьбой за власть, вот этими монахами распутными, вообще с вот этим распутством полнейшим. Мне совершенно не близко это время, поэтому я немного расстроилась. Но, как оказалось, в этом произведении две линии сюжетные, и мне это очень понравилось. Первая сюжетная линия – это «Настоящее время». Наш главный герой, не помню, как его зовут, как всегда, у меня имена быстро вылетают из памяти. Наш главный герой попросил у своего друга-ученого одолжить ему на отпуск коттеджик летний в какой-то деревеньке. И этот его друг-ученый соглашается при условии, что наш главный герой поможет ему с каким-то там исследованием этого ученого. Наш главный герой соглашается, приезжает в этот коттеджик, ждет жену, ждет своих детей и помогает, пока они не приедут в этих исследованиях. Исследование заключается в том, что этот ученый изобрел микстуру, позволяющую путешествовать во времени. Точнее, даже не путешествовать во времени, а перемещаться вот именно в определенное время, в том месте, где ты находишься. И наш герой его выпивает, и он перемещается в Средневековье. На том месте, где он стоял, было там какое-то королевство, какая-то там крепость, замок. И вот он следит за интригами огромнейшей-огромнейшей семьи. То есть они его не видят, все события происходят так, как они исторические происходили. Ни на какие события он повлиять не может. Вот просто следит за тем, что происходило несколько сотен лет назад. Эта линия тоже довольно интересная, потому что здесь опять-таки много интриг. Вот есть здесь даже и такое вот семейное дерево огромное, потому что все эти семьи, которых идет речь, связаны между собой. Там три семьи, и они все между собой очень тесными узами переплетены, и надо обязательно смотреть в это дерево, потому что легко запутаться, кто кому приходится братом, кто кому сестрой, кто кому женой. И согласитесь, довольно интересный сюжет. Его можно развернуть в очень разных направлениях. Но Дафна верна себе, верна своему вот этому психологизму. Я думала, что что-то уйдет там в приключенческую стезю, то есть что он либо застрянет в этом средневековье, либо его начнут неожиданно видеть, и там посадят в темницу, начнут изучать какие-то его джинсы, там что это такое, во что ты одет и так далее. Это, конечно, все банальности. Дафна Дюмурье уходит в такую вот ожидаемую линию для тех, кто знаком с его творчеством психологическую, и раскрывает тему такой вот наркомании. Наш главный герой подсаживается на эту микстуру, и он желает все время быть вот в этом средневековье, следить за этой семьей, за их происшествиями. Он даже влюбляется в девушку, которая там жила в те времена, и не хочет возвращаться в настоящее. И вот таким образом он подвергает опасности свое здоровье, потому что эта микстура очень вредна и опасна, подвергает опасности в принципе свою жизнь, потому что ты перемещаешься в то место, где ты находишься. То есть если ты с героями идешь в какой-то замок, который раньше был замком, то сейчас на этом месте может стоять огромнейшая дорога, по которой будут проноситься машины, и ты неожиданно на нее выйдешь и будешь по ней прогуливаться. И вот тебя могут сбить. И также подвергает опасности, понятное дело, свою социальную и личную жизнь. Мне понравилось очень следить за этой сюжетной линией, и даже мне понравилось следить за сюжетной линией средневековья, потому что там действительно происходит очень много событий, очень такая динамичная линия, очень много интриг, измен, там любви. Не скажу, что эта книга одна из самых сильных в творчестве Дю Мурье, для меня из тех, которые я прочитала, но она определенно слабее Ребекки и моей кузины Рейчел, и определенно сильнее Трактира Ямайки и Французовой бухты. Так что я, в принципе, советую ее читать. Следующая книга, которую я читала, это Фенни Флэг, Дэйзи Фэй и Чудеса. Я накупила почти все книги Фенни Флэг, потому что она мне очень нравится, и вот решила себе позволить прочитать еще одну книжку, потому что не особо-то у Фенни Флэг и много в творчестве книг. Фенни Флэг чаще всего обвиняют в самоповторении, потому что действительно у нее все книги очень похожи между собой, но для меня это огромный плюс, потому что я люблю ее миры, я люблю вот эти уютные, милые городки на юге Америки, в которых все друг друга знают, все соседи доброжелательные, вот ты идешь в лавку, по дороге с тобой все здороваются, снимают шляпы, отпускают тебе в лавке все в кредит, потому что тебя все знают, приходят к себе все за помощью. Вот я люблю очень такие миры, они мне поднимают настроение, заряжают таким вот уютом, но эта книга меня очень удивила. Это дебютный роман Фенни Флэг, если я не ошибаюсь, и мне кажется, вот она после него сделала работу над ошибками, потому что он не похож на все остальное творчество Фенни Флэг, с которым я пока что знакома. Но отличает его огромное количество черного юмора. Он просто полностью вот такой вот очень яркий представитель чернушного юмора. Книга эта «Дневник 11-летней девочки Дейзи Фэй». И вот мы читаем о событиях, происходящих в ее жизни. И самое такое отличительное в этой книге, что события эти очень часто очень трагичные, очень грустные, очень неприятные. Но Дейзи Фэй, как любой ребенок, смотрит на них через призму вот этого своего детского восприятия и судит о них совершенно по-другому. И если вначале, когда эти события были еще не такими странными, не такими волнующими какими-то, то это воспринималось еще… Ну, ты смеялся, хоть в принципе с такого смеяться нельзя, но ты с этого смеялся. То потом, когда Фенни Флэг уже понесло голопом, и роман уже просто скатился в какую-то фантастику, потому что поумирали все вокруг, там, я не знаю, просто мир вокруг Дейзи Фэй взрывается, происходит апокалипсис, а она вот как ни в чем не бывало себе пишет в своем дневнике, то уже становится не смешно. И становится очень грустно. И ты понимаешь, что то, что ты хотел получить от этой книги, ты не получил. Я сразу же схватилась за эту книгу после первой страницы. «Привет, меня зовут Дейзи Фэй Харпер, и вчера мне стукнуло 11. Моя бабушка Петти Бонн выиграла главный приз в Бинго. Игру проводило общество ветерана иностранных войн и купила мне на день рождения пишущую машинку. Она хочет, чтобы я училась печатать, мол, когда вырасту, стану секретаршей. Но мою кошку Феликс, она ждет котят, вырвала прямо на машинку, так что ей кранты, машинки-то. Но я не сильно переживаю по этому поводу. Не знаю, о чем вообще думала бабушка, я же сто раз говорила, что хочу стричь деревья или заправлять в кузне». То есть сразу же перед глазами предстает такая бойкая девчонка Дейзи Фэй, которая не даст себя в обиду, довольно самостоятельная, такая шаловливая, которая лазит по деревьям, там, в общем, шкодит, делает все, что хочет. И вот это мне очень нравилось в книге. Она вначале была довольно лучезарной, приятной. Хоть там отец ее пил, мать постоянно из-за этого нервничала, отец постоянно просаживал деньги, они всегда были на мели. Но как-то на это особо упора не было. А вот под конец книги уже вот как раз больше упор идет не на юмор и не на детское восприятие Дейзи Фэй, а вот уже скорее на вот эти какие-то обидные ситуации, которые с ней происходят. Так что книга мне в принципе понравилась, но подпортила вот это мне впечатление, какой-то излишний драматизм всего, что происходило вокруг. Я все-таки больше бы эту книгу полюбила, если бы вот в ней все не скатилось прям вот уже к такому депресснику. Так что советовать я ее в принципе не могу. Следующая книга, которую я прочитала, это Нарине Абгарян, «Понаехавшая». Очень спорная книга. Это даже не книга, это набор баек, сборник вот таких анекдотов, можно сказать, из жизни девушки, которая приехала из армянского городка в Москву и пробивает себе дорогу в этой жизни. И она устраивается на работу в обменный пункт в отеле «Интурист» для иностранных туристов. И вот в принципе книга это вот какие-то смешные, курьезные ситуации с ее работой, какие-то вот рассказики о том, что там смешного происходило. Сразу скажу, что лицам с тонкой душевной организацией книгу читать эту нельзя, потому что в ней очень много мата. Ну вот в общем, мне кажется, это такой вот портрет лихих девяностых, потому что мне этим книгой понравилось. Я сравниваю рассказы своих родителей об этих временах и смотрю на эту книжку и понимаю, что действительно они очень схожи. И вот я с этой книгой себя почувствовала в компании родителей и их друзей, которые вспоминают свою там какую-то молодость, свои какие-то проделки в молодости, какие-то истории из своей работы в те времена. И вот книга, в принципе, такая же. Но в ней очень много мата, потому что начальница нашей главной героини, она такая вот типичная женщина средних лет, которая очень вульгарно одевается, все время флиртует с мужчинами, необъятных огромных размеров, все время пьет, то есть вот, ну и постоянно матерится, понятное дело. Мне понравился этот персонаж, потому что у меня есть уже на моем жизненном пути несколько точно таких же дамочек, просто один в один, поэтому я с них смеялась. Действительно, такой вот очень жизненный, карикатурный персонаж получился. Многих он, наоборот, понятное дело, отталкивает, потому что много матов, много всего не по делу, в общем, никакой художественной ценности у этой книги нету, но вот провести, по-моему, пару часов времени, похохотать, расслабиться, мне кажется, с этой книгой можно, мне она понравилась, но советовать я ее ни в коем случае не буду, потому что вы меня потом будете обвинять, что я вам посоветовала какую-то похабщину с матюками, так что нет, я не советую, увольте. Снимаю с себя всю ответственность. Следующее, что я прочла, это Кобу Абе, сожженная карта, здесь еще есть человек-ящик, но я пока не захотела его читать дальше. Я хотела начать знакомство с Кобу Абе, с женщиной в песках, но я не нашла эту книгу, поэтому решила пока довольствоваться сожженной картой. Что хочу сказать, книга неплохая, но она абсолютно не моя, то есть вот это такой вот пример литературы, которая совершенно мне не подходит, потому что мне не понравился стиль изложения, это поток сознания, мне не понравились, точнее не то, что не понравились, мне понравились, но все-таки мне не близки декорации, атмосфера, и мне совершенно не близко, непонятно вот эта главная идея, о которой пишет Кобу Абе, поэтому я не смогла ее прочувствовать, не смогла согласиться или не согласиться с автором, мне как-то оставило это в принципе произведение меня равнодушной. читать очень сложно, потому что произведение представляет из себя поток сознания частного сыщика, которого наняли, чтобы найти мужчину. Мужчина этот обыкновенный офисный служащий, и в один прекрасный день, самый обыкновенный из всех дней, точно такой же, как и все остальные, он надевает костюм, уходит на работу и не возвращается. И вот он не возвращается, уже полгода, и его жена с ее братом решили его разыскать. Сразу же обращаешь внимание на то, что мне это произведение напомнило произведение Кавки, то есть вот такое вот тоже состояние тревожности, ощущение, как будто ты это все видишь, как будто это все сон, вроде бы ничего такого странного не происходит, крокодилы по небу не летают, но какие-то есть такие вот моменты, которые, ну, не состыкуются, что ли. То есть жена с братом позвали этого сыщика, но много информации они скрывают, казалось бы, они хотят его запутать, хотя потом с другой стороны ты читаешь и понимаешь, что нет, они как раз таки и содействуют этому следствию и так далее, и так далее. То есть какое-то вот такое вот странное состояние, детектив ходит туда-сюда, ничего не может понять, еще больше запутывается, это не детектив в традиционном понимании, просто вот построено оно на детективном расследовании, но это не детектив, если вы ожидаете, что найдется обыкновенный ответ на то, куда пропал этот мужчина, то нет, это не та книга. Понравилась мне атмосфера. Вот атмосфера напоминает что-то из разряда какого-то фильма или какой-то ролевой игры, я не знаю, или какого-то, что ли, сна, наверное, сна, когда ты идешь по маленькому какому-то городку, в котором, да, не особо безопасно ходить по ночам, и вот все время такое вот уже темно, уже только-только садится солнце, темнеет, идет постоянно дождь, и ты идешь сам по этому маленькому городку, и ты вроде идешь сам, никого вокруг нету, но тебе все время тревожно, что сейчас из-за угла может кто-то выпрыгнуть, тебя ограбить, там побить, и вот вокруг еще такое все дождливое, уже темнеющее, нагнетающее, и вот тебе постоянно тревожно. Вот так же мне было с этой книгой, вроде бы ничего странного не происходило, но вот мне было постоянно тревожно, и постоянно наш герой находился вот в этом городке, темнеющем, с дождем, и вот какая-то такая атмосфера очень странная, вот кавкианская. Кобуаба в этом произведении раскрывает тему одиночества в толпе. Мне эта тема, как я уже говорила, не близка, я ее не разделяю, мне не о чем говорить, по этой теме, поэтому диалога с автором у нас не получилось. Я послушала все, что хотел мне сказать Кобуабе, приняла это к сведению, и вот, и все, отложила книжку. Это не оттолкнуло меня от творчества Кобуабе, мне все-таки хочется составить его писательский портрет, понять его творчество. Меня привлекают эти книги как раз тем, что они мне совсем не подходят. И я знаю, что «Сожженная карта» в принципе не самое главное произведение в творчестве Кобуабе, вот у меня уже стоит «Женщина в песках», я вот ее уже буду в этом месяце читать. Но, в принципе, книга, по прочтению, книга мне понравилась меньше, чем когда вот прошло какое-то время, я поняла. Очень такой вот, не то чтобы неожиданный, но такой вот сумасшедшенкий финал, то есть ты не понимаешь, к чему все идет. В начале книги, вот вроде бы, начинается только воронка этой буре, а под конец уже целый торнадо, уже в этой книге, вертится, крутится, сметая все на своем пути, и ты сидишь в недоумении, как ты пропустил вот эту отправную точку этого торнадо, как ты допустил, чтобы оно вот так вот пронеслось по этой книге, и ты с ужасом следишь за тем, что происходит, закрываешь книгу с таким же ужасом и недоумением, и непониманием, и вот пытаешься ее как-то осмыслить для себя и уложить в голове все, что происходило потом. Читать было очень тяжело, вот это, наверное, для меня единственный такой вот, очень большой минус в этой книге, потому что, для меня лично, потому что я не получала вот такого вот типичного удовольствия от чтения книги, когда ты сидишь и наслаждаешься. Я продиралась через этот поток сознания, как могла, тем более, что это поток сознания азиата, это для меня еще дальше, для моего понимания, поэтому вот, читать было тяжело, но буду знакомиться с творчеством Кобо Абе дальше, он меня заинтересовал. Дальше я решила читать такие вот культовые книги, по которым снимают много фильмов, о которых все время спорят и говорят, потому что есть, знаете, такой вот разряд книг, которые все говорят, что ты читал, потому что ты уже столько всего о них слышал, столько фильмов видел, знаком с сюжетом, и со всем, что там происходило, что, ну, книгу ты уже как будто бы прочитал. Я решила все-таки прочитать эти книги. Первая, это Патрик Зюскин «Парфюмер». Еще отправной точкой стало то, что вышла книга «Аппетит», по-моему, она называется по схожей тематике, про человека, у которого был какой-то тоже там дар, но, по-моему, уже во вкусовых каких-то качествах, то есть он мог очень хорошо чувствовать вкус, что-то вроде, в общем-то, такого. И я хотела ее купить, но мне вот девушка-продавец сказала, что почитайте «Парфюмера», отличная книжка, если вам понравится тематика, то потом уже можете приниматься за аппетит, потому что все-таки «Парфюмер» это как вот родоначальник вот всех вот таких вот книг. И мне на удивление очень сильно понравилось. Я ехала в метро, когда уже с книжного рынка открыла эту книгу и словила себя на мысли, что я не могу оторваться настолько красиво, сочно пишет Патрик Зюскин с таким вот неожиданным для меня совершенно юмором, сарказмом. Я, в принципе, не люблю читать в общественном транспорте, потому что мне отвлекают шумы вокруг, люди мельтешат, боковым зрением я их вижу и надо следить за вещами своими. Но тут я поняла, что я просто не могу оторваться, что я стою с улыбкой на губах, наслаждаюсь действительно чтением этой книги и переношусь вот в этот Париж 17 века, хотя я на самом деле в киевском метро 21 века, но вот так вот получилось. Очень сочный, очень красивый, очень образный язык, но это первое. Это первое, на что я хочу обратить внимание, первое, что мне бросилось в глаза, мне очень понравилось, как Патрик Зюзкин сочетает прекрасное с отвратительным, потому что рядом с описаниями грязного, вонючего Парижа, с провонявшим мочой комнатами, с какими-то прогнившими домами, воняющими рыбами, базарами, описание парфюмерной лавки, в которой просто хочется раствориться, в которую хочется переместиться, и ты вот заходишь с вонючего этого Парижа в парфюмерную лавку, наслаждаешься запахами и красотой, и обратно выходишь в этот вонючий Париж, и удивляешься тому контрасту, с которым просто вот это все описано. Дальше мне понравился опять-таки вот эта ирония и юмор в языке, очень-очень хорошо написано, действительно, очень. Мне это понравилось даже больше вот самого сюжета, мне за этим было интереснее всего следить, за тем, как и что описывает Дюзкинт. Далее мне понравилось как вот со времен Гастон-Леру, наверное, вот первое, что мне понравилось, единственное, что мне понравилось, как сочетают опять-таки вот это прекрасное с отвратительными, вот Гастон-Леру в «Призраке оперы» сотворил человека безобразного снаружи, которого люди своим отношением к его внешности сделали и безобразным внутри, но вот с этим прекрасным, чудесным даром музыкальным, который великолепно поет, великолепно играет и прекрасный в общем дар. Также и здесь вот этот безобразный внутри и снаружи человек обладает прекрасным таким поэтичным даром, он хорошо различает запахи. Я эту книгу не хотела читать, потому что когда-то давно в детстве очень смотрела фильм и у меня вот такими вспышками в памяти, особенно вот финал освещается и как-то вот казалось бы, что я ее уже прочитала, но обязательно ее читайте, мне она очень понравилась, даже можете просто прочитать первую страницу, первых два абзаца и там очень хорошо виден слог автора, очень хорошо видно, как он будет писать, о чем он будет писать, в каком ключе он будет писать и если вам понравится, то продолжайте читать, если нет, то может быть это и не ваша книга, мне на удивление очень понравилось. после такого вот удачного улова с парфюмером я решила опять-таки взяться за культовую книгу, о которой все говорят, думаю, может быть и она мне западет в сердце и взяла коллекционера Джона Фауза, это последняя книга, прочитанная мною в марте. От этой книги я ожидала гораздо большего, потому что я прекрасно помню тот эффект, который произвел на мои бедные мозги Фаул, этот Волх, в 16, по-моему, я его лет читала и он просто сломал мне мозг, я просто после первой, третьей книги уже поняла, что я и не хочу даже пытаться разобраться, что там происходит, просто вот буду читать и следить за событиями. Также и тут я к коллекционеру приступала с небольшой опаской, потому что боялась, что то же самое со мной будет, я его опять не до конца пойму, мне придется его читать второй раз, третий, четвертый, но оказалось, что здесь все довольно просто, здесь все на поверхности, первая половина этой книги это дневник мужчины, вторая половина книги это дневник женщины, у нас здесь всего лишь два главных героя, мужчина, офисный рабочий, опять-таки, обыкновенный, но то, как он пишет свой дневник, то, как он описывает эти события, ты сразу же понимаешь, что у него не все в порядке с психикой, вот он из таких людей, у которых отсутствует напрочь понятие о нравственности, и они абсолютно асоциальны, то есть вот таким вот людям надо вручать книгу правил поведения, они эту книгу выучат и будут слепо этой книге следовать, но не будут понимать, что все люди разные, все ситуации в жизни разные, эти правила нужно под жизненные ситуации все как-то подставлять, что-то можно использовать, что-то в определенной ситуации нельзя, вот он будет просто следовать этим правилам, и он влюбляется в девушку, студентку художественного училища, покупает домик, оборудует в подвале тюремную камеру, такую вот уютную, крадет эту девушку и запирает у себя в тюремной камере, никто же ему в детстве не сказал, что людей-то воровать нехорошо, что это неправильно, вот он и ничего не понял, почему нельзя, он вот себе представлял представлял радужную сказку, что он украдет Миранду и она в него влюбится, потому что будут проводить с ним круглые сутки, и будут они жить долго и счастливо, никто не научил его, что так не бывает, дружище, ты совершил ужасный, безнравственный, аморальный поступок, и тебя вообще за это надо посадить, казнить, он этого не понял. Понравились мне единственные, ну вот, больше всего мне в этой книге понравились вот эти вот персонажи, потому что я лично, лично я испытывала огромное сочувствие к похитителю и ужасное раздражение к похищению, потому что Миранда такая вот полна юношеского максимализма, тщеславия, снобизма, самодовольства, что еще с нисходительности, в общем, вот такая вот она возомнила себя просто великим интеллигентом, интеллектуалом, и вот постоянно это подчеркивает в своем дневнике, постоянно насмехается с этого Клега, похитителя, который такой вот провинциальный, обыкновенный человек, который не особо-то и стремился всю свою жизнь разбираться в искусстве, в поэзии, в музыке, и она из-за этого над ним насмехается. Понравилось мне то, что очень по-разному люди восприняли эту книгу, моя подруга, которая тоже совсем недавно ее прочитала, я ей жаловалась, как сильно меня раздражает Миранда, и что читать ее дневник я не могу, она сказала мне, что я вообще ничего такого не помню, мне Миранда нравилась, она у меня вызывала сочувствие, а я вот во время чтения ненавидела ее, просто читать и не могла. Понятное дело, что я когда дочитала, проснулась, ну, понятно, на эту ситуацию можно смотреть только с одной стороны, что все-таки он похититель, ему нет оправдания, а она жертва, и каким бы она человеком ни была, все-таки она оказалась в ужасной ситуации, ей надо сочувствовать. Читала я и рецензии на Лайвлибе, где написано, что Миранда это все заслужила, и что она настолько отвратительный человек, что по делам ей, то есть вот очень по-разному люди воспринимают эту книгу, очень интересно вот читать все эти дискуссии, кто какую сторону принимает, какую сторону занимает. Ну, и вот эта главная мысль Фауза, она тоже на поверхности, что вот у нас сейчас мир делится на тех, кто смотрит свысока, и на тех, кто, на кого смотрят свысока, и кто очень завидует тем, тем первым. Ну, как-то, не знаю, в общем, книга меня совсем ничем не зацепила, не проникла мне в душу, вот какая-то она для меня хорошая, но вот не цепляющая. Вот это были все книги, которые я прочитала в марте. Пишите мне, что вы думаете об этих книгах, что вам нравится, что не нравится. Спасибо большое за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok